Который часто бывает у мам, и по данным исследований, 50% женщин переводят детей на искусственное вскармливание именно потому, что им кажется, что у них мало молока. Итак, запомнить нужно раз и навсегда, что достоверными признаками недостатка молока есть только два признака. Первое – это плохая прибавка веса. Что значит плохая прибавка веса? Это значит, что он набрал менее 500 грамм за месяц, либо после, скажем так, вы выписались из роддома, и через две недели его вес стал меньше, чем при рождении. То есть обычно ребеночек рождается, и первые 10 дней он теряет вес, это нормально, и дальше он потихонечку его набирает. Если через две недели вес меньше, чем при рождении, то в этом случае действительно имеет место плохая прибавка в весе. И тест на мокрые пеленки. Считайте, сколько малыш писет, сколько раз он мочился. Если меньше, чем 6 раз, да, действительно, это уже сложно. Если моча желтая, концентрированная, это действительно проблемно, это действительно недостаток молока. Если он мочится 8-10 раз в день, значит, все окей, все хорошо, вопросов нету, то больше 12 вообще великолепно. Если, например, все остальные признаки недостатка молока, которые даже здесь указаны, это вероятные признаки, не являющиеся достоверными. То есть то, что малыш часто плачет, то, что он много просит в груди, то, что он отказывается, отворачивается от груди, это признаки, которые могут маме позволить заподозрить недостаток молока и заставить ее проверить, существуют ли, имеют ли место те достоверные признаки, о которых я говорила. Да, еще момент, что не надо взвешивать ребеночка каждый день, либо после каждого кормления. Это абсолютно бесполезно, это не нужно делать. Малыши высасывают каждое кормление разное количество молока, и это только будет нервировать и маму, и малыша, и абсолютно ничем не поможет. Бывает так, что такой еще тоже признак, это если плотный сухой стул. То есть такой признак, который может намекнуть о том, что есть недостаток молока, но опять-таки нужно дальше смотреть на достоверные признаки. Есть они, либо их нет. С чем это может быть связано? Поздно начали кормить грудью, то есть после кесарево сечения, либо по каким-то причинам мама была разлучена с ребеночком. Это кормление по режиму, по часам. То есть так, как кормили раньше, когда-то там наши мамы, бабушки, именно поэтому им приходилось часто переводить на искусственное скармливание. Отсутствие кормления ночью, да, то есть мы говорили о том, что пролактин способствует образованию молока и максимальной его секреции именно ночью. То есть отсутствие ночных кормлений приводит к тому, что действительно возникает, может возникать недостаток молока. Неправильное положение, опять-таки говорили, понятно, если малыш сосет только сосок, плопо приложено, в этом случае он просто не может высосать достаточное количество молока и постепенно его количество в груди сокращается. Путаница сосков, бутылочки, пустышки. Некоторые малыши нормально переносят, некоторых малышей нужно кормить только из чашки. В любом случае, если вы хотите подкармливать ребеночка с бутылочки, это должны быть только физиологичные бутылочки. Должны быть бутылочки с клапанами, это должны быть бутылочки с правильными сосками. Это не те бутылочки, которые когда-то мы с вами использовали, возможно. Не нужно давать малышу чайки, водичку. Это все не нужно. Если достаточное количество молока, малыш получает всю жидкость с молочком. Более того, чем больше, как мы говорили, чем больше вы предлагаете, чем больше он сосет, тем больше молока у вас вырабатывается. Если вы ощущаете, что у вас мало молока, прекратите все чайки, прекратите все водички. Даже в жару не рекомендуется. Молочные кризы, которые бывают в полтора, от полутора до трех месяцев, мы о них тоже поговорим на одном из наших следующих семинаров. Это просто временные трудности, когда действительно у женщины в течение какого-то времени, это может быть неделя, может быть две недели, у нее ощущение полностью пустой груди, отсутствие молока в груди. Это может быть, как с этим бороться, чаще давать грудь. Предлагать грудь малышу каждый час максимально с ним рядом быть, контакт кожи к коже максимально, спать с ним рядышком. При любой ситуации предлагать ему грудь. Что еще, какие причины еще могут быть? Например, бывает так, что молодая неопытная мама, какой-то у нее молочный криз, либо какая-то ситуация нервная, стрессовая. И опять-таки ее мама, либо кто-то из соседок скажет, что ты совсем молодая, выкормить малыша не можешь, молока у тебя нет. И мама начинает по этому поводу беспокоиться. Чем больше она беспокоится, тем больше это сказывается на ее состоянии, это отражает ее малыш. И все вот это приводит к тому, что действительно с течением времени становится мало молока в груди. Ну, понятно, что алкоголь, курение, это неприемлемо в любом случае во время кормления грудью, но это опять-таки те же факторы, которые способствуют снижению количества молока. Если мама забеременела вторым, последующим ребеночком, в этом случае тоже может быть снижиться количество молока. Ну, и опять-таки у ребенка какие состояния, это его заболевание, например, какое-то инфекционное, когда он ослаб, когда ему тяжело сосать. Это временное состояние, в этом случае мама должна поддерживать то количество молока в груди, которое нужно для малыша, доцерживать молоко от сосна, докармливать его, либо с чашечки, либо из ложечки, если ему сложно самому высасывать грудь. Итак, что нужно делать, если мало молока? Мы помним, что чем больше по рефлексу пролактина, чем больше ребенок сосет, тем больше молока вырабатывается. Что нужно? Постоянный контакт. Попросите родных, близких, чтобы они взяли на себя заботу по дому, да, какие-то там готовку, уборку и так далее. Будьте все время с малышом. Постоянный контакт кожа к коже, спать рядом с малышом. Кормить грудью как можно чаще, постоянно ему предлагайте грудь. Не доставайте, пока он сам не отвернется, не откажется от дальнейшего сосания. Ночью обязательно. Ночью старайтесь предлагать грудь. Даже если малыш не плачет, не скандалит, он может просто покряхтеть, и бывают спокойные дети, предлагайте ему грудь. Перестать кормить из бутылочки, давать пустышку, чтобы у него не было путаницы сосков. Не давать другую пищу или пить его. Понятно, да, это до того времени, как нам нужно вводить прикорм. Самой маме пить достаточное количество жидкости, сильно уже воду пить не нужно. Это все равно в районе двух литров должно быть в сутки. Ну и различные лактагонные чаи и лактагонные средства. Это может быть мамин чай, это различные травяные чаи, которые могут способствовать появлению молока, образованию молока у мамы.